Попробовать шоколад. Это шоколадка, да? Я тоже хочу попробовать. Да, успокойся же ты. Вот, вот уже всё. Вот здесь это... Я же говорю, сладости сводят с ума. Петенюшки. По-моему, киса Алиса им заинтересовалась. Решила поиграть немножко. Трётся, киса Алиса. Привет, я Аня, и ты на канале «Мои жизни с животными». И сегодня мы с моими пушистиками, и я в том числе, будем лакомиться. У нас будет пушистый обзор. Мы будем пробовать всякие вкусняшки. Но не те, что вы могли подумать с курочкой и с рыбкой, которые могут делать для кошек и собак. А самые настоящие сладости для животных, которых у меня тут очень много. Вы сейчас всё увидите. У меня здесь есть даже вот такие вот шоколадки. Молочный шоколад, белый шоколад, тёмный шоколад для собак. Даже с морковкой или рисовыми хлопьями. И если вы думали, что такого ещё не существует, то да, для животных уже придумали самые настоящие сладости. Вот такие вот батончики с мюслями и с ягодками. Даже что-то вроде Рафаэла и кошачий мармелад. В общем, всё мы это сегодня попробуем. Посмотрим, почитаем состав. Скажем, вкусно или нет, полезно или нет, и нужно ли вообще. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропускать наши славные обзоры. Ой, тьфу, пушистые обзоры. Вообще, чтобы не пропускать наши весёлые ролики. Подпишись и поехали. Я сама лично люблю обзоры, особенно если они связаны с едой. Даже не человеческой. Так что, если вы тоже любите, ставьте лайк. Я буду снимать больше каких-то обзоров. И напишите в комментариях, какие вы любите сладости. Потому что я, например, просто обожаю мармелад. И иногда шоколад. Может быть, вы знаете, какие-то из этих сладостей сами пробовали. Или ваши питомцы пробовали. И про них тоже что-нибудь напишите. А мы начнём вот с этих вот трёх шоколадочек. Они все похожи. Это фирма Веда, как я понимаю, Чокодок. Тёмный шоколад, белый шоколад и молочный шоколад. У меня тут аж 13 плиток этого шоколада. Так что хватит всем 13. Такое роковое число. Я посмотрела, состав у них примерно одинаковый. Поэтому мы быстренько по нему пробежимся. И заодно вы для себя решите. И я для себя пойму, нужно ли давать собаке это, стоит ли. Или это просто для людей, для нас. То есть, типа, мы такие... Вот я же ем шоколадки. Почему моей собаке нельзя шоколадку или кошечке? В составе у нас везде, я заметила, на первом месте это фракция пальмоядрового масла. Или, по сути, пальмовое масло. И происходящее от него. Пальмовое масло считается полезным, вредным даже для людей. Потому что оно, типа, вызывает проблемы с сердцем и ожирение. Но в то же время это натуральный продукт, в котором, в принципе, есть витамины. Видимо, без него никак не сделать такой шоколад. Лактоза. Лактоза и сыворотка молочная сухая. Это все, что связано с молочными продуктами. Заменитель какао-порошок рожкового дерева. Он есть вот в этих темных шоколадках, а в белых его нет. Потому что он здесь используется как краситель, чтобы коричневый цвет придать этому, этой шоколадке. Я сейчас ее, кстати, могу начать открывать заодно. Прежде чем пробовать, все равно мы должны прочитать состав. Черный альбумин. Это, я не знаю, знаете ли вы, что такое гематоген. Вот гематоген сделан из крови животных. Вот это и есть черный альбумин. Лицитин, который есть здесь везде. Это, по сути, типа, вещество, которое содержится, например, в желтке. Может вызывать аллергии у людей. Я думаю, так же и у животных. Поэтому будьте аккуратнее, если собачка аллергичная. Натуральный сахарозаменитель стевиазид или стевия тоже здесь везде есть. Стевия это такая трава, тоже природного происхождения. Она такая сладкая. Не знаю, способны ли животные найти где-то ее в природе. Скорее всего, да. Но вообще животным сахар не нужен. Никакой. Не знаю, зачем она здесь. Скорее, типа, нам сказать, что оно сладенькое. Оно реально пахнет как шоколад. Интересно, почему? Ну, конечно, потому что здесь есть везде пищевой ароматизатор. Видимо, ароматизатор шоколада. Пивные дрожжи. И, в принципе, все. Вот и все. Сказать, что состав ужасный, нет. Но какие-то вещества меня, конечно, смущают. Стоило ли их туда класть и нужно ли. Скорее, это больше для людей, для нас, чем для животных. Вот так вот очень естественно выглядят все шоколадочки. Это темный шоколад, молочный и белый шоколад. Прямо как человеческие плиточки. Кто хочет попробовать шоколад? Это шоколадка, да. Давайте я вам сломаю на кусочки. С какого начнем? С темного шоколада? Юмичу, Миша. Все пришли попробовать. Все очень хотят попробовать шоколад. Так, держи. Миш, держи. Эйвен самый непонятливый. Все. Сказать, что в этом шоколаде есть что-то там прям полезное для собак. Ну, есть какие-то полезные вещества. Но я бы сказала, что это больше для нас, людей, кто хочет баловать своих животных. А еще я заметила, что он очень сильно прям тает. И как настоящий шоколад. И пачкает все. Сфоткаю киску Алиску для нашего инстаграма. Кто еще не подписан на наш инстаграм, подписывайтесь. Я туда постоянно выкладываю какие-то прикольные фоточки. У меня здесь белый шоколад. А вот киске Алиске мы его предлагать не будем. Ведь все-таки он собачий. Если вы в курсе, то в кошачьих лакомствах, в собачьих все-таки разный состав. Что-то, что можно кошкам лучше не надо собакам. Что-то, что можно собакам лучше не нужно кошкам. Вы попробовали? Я тоже хочу попробовать. Ну, в принципе, очень похоже на какой-то такой дешевый шоколад. Не ужасно, неплохо. Ну, как я сказала, я бы, наверное, второй раз в жизни своим животным такое бы есть не дала. Потому что не вижу смысла. Скорее, это как рекламный ход для людей. Давайте мы начнем пока открывать печенье в белом шоколаде для собак. Мы же едим торты всякие, там, то, что вредно людям. То есть много таких сладостей, в которых куча вредных продуктов для нас. Сахар всякий, сливочные масла, крем этот в тортах, бисквиты. Но почему нельзя собачкам? В принципе, можно. Я же говорю там один раз, ничего ужасного не будет. Собака не умрет, скорее всего, или кошка. Но у них организм гораздо слабее. Гораздо слабее печень. Если вы каждый день будете давать своей собаке такое лакомство, вместо просто какой-нибудь сушеной грудки, которая, конечно, выглядит не так прикольно и няшно, как это выглядит. Печенье в белом шоколаде. Четыре вот таких вот печенюшечки. Состав у самого шоколада... Да, успокойся же ты, Юми. Видите, это сводит с ума, как нас, сладости. Состав шоколада такой же, а вот у печенюшки состав немножко другой. Здесь есть мука пшеничная хлебопекарная первого сорта. Это как равносильно давать собаке хлеб, но я думаю, ее здесь немного. А я вам говорила, что белый хлеб собакам не надо давать. Вода питьевая, ну, понятно. Дрожжи хлебопекарные зачем-то, даже не пивные, которые, в принципе, типа можно собакам. Соль. Тоже непонятно, зачем соль. Разрыхлитель. Натрий-двоуглекислый. Регулятор кислотности. Молочная кислота. В принципе, все. Вот. Такое вот печенье. Сейчас я его попробую сначала сама. Подожди, Юмичу, да что же это такое? Белый шоколад вкуснее, кстати, даже, чем темный. Даже вкусненький. А вот печенюшка похожа на обычный крекер. А по составу, наверное, это и есть крекер. Юми выпрашивает. Держи. Как раз здесь для вас четыре печенюшки. Держи, Сапиша. И Вась. Смотри, Катя. На. Уронил. Да, Мишаня, осталось только ты, да? Опять же, для меня это продукт на один раз. То есть, вот просто попробовать и все. Давать его собакам второй раз, тратить деньги я уже не буду. А вы уж решайте сами, что вам важнее. Киску Алиску, которая там у нас наверху прилегла поспать, ожидает кошачий мармелад. Веселый мурмелад. А мы пока откроем еще кое-что. У нас тут есть мюсли с индейкой и брусникой. А еще вот такой вот шоколад. Его я открывать не буду. Я думаю, что это практически то же самое, что и предыдущий, только другая фирма. Кстати, из-за того, что он сделан не в России, у него состав очень смешно расписан. Молоко и молочные продукты, масла и жиры, сахароза, порошок какао. Все. Кстати, какао здесь, которое вряд ли можно как раз собакам. Юми, тебя уже на канале Magic Pets назвали жадиной. Вы не в курсе, если, то у них есть свой канал, свой видеоблог, где они снимают свои ролики. И там будет тоже пушистый обзор сладостей для животных, но только совсем в другом стиле. Я обязательно советую вам сходить потом посмотреть. Ссылочки будут там. И вообще на все новые ролики, на всех каналах ссылочки будут там. А вот, вот уже все. Я же говорю, сладости сводят с ума. Подожди ты, дай хоть покажу людям-то, как это выглядит. Юмичу. Мюсли. Вот примерно как-то так. Похоже даже на что-то человеческое. Овсяные хлопья на первом месте. Индейка, а здесь мясо и гненка. А дальше кукурузный крахмал целых 16% и там, и там. Бесполезная вещь. Но я понимаю, что без него бы они просто не склеили эти мюсли. А вообще он не очень хорош и для людей. Рис, тыква, хлопья пшеничные, морковь, мед, масло растительное, фруктоза. Опять же, фруктоза это природный сахар из фруктов и овощей. Но опять сахар. Тоже непонятно, зачем он собакам. Дрожжевой экстракт, фитокомплекс экстрактов растений. То есть какие-то витаминки. Сейчас попробуем. Опять же, повторяюсь, второй раз я вряд ли куплю подобные лакомства. Точнее, именно сладости собачьи. Вместо куриной мяса или индейки. Это похоже на обычные человеческие мюсли. Ну, в смысле, вот эти батончики, которые сейчас продаются в магазинах. Кстати, ни в коем случае не давайте, пожалуйста, своим животным, собакам, кошкам вот такие сладости человеческие. Потому что там самые опасные для них вещества. Сахар и так далее. Если здесь еще все более или менее именно для животных и дозы рассчитаны, то там вообще пипец. Не вздумайте. Оттого, что я говорю, что они похожи, это не значит, что их можно давать. Но вкусненько. Юми уже заценила явно. Ну, такая жадина. Ну, что жадина-то такая? Вам много нельзя. Вы уже и так сегодня слопали очень много. Мишанька тут сейчас будет потихонечку тявкать. Софи, ну не попрошай ничего Миши-то, а? Не отбирай у нее. Этой же фирмы у нас оставилось еще две шоколадки. Это молочный шоколад по составу. Он точно такой же, как который мы пробовали, самый первый. Только здесь есть морковка, а здесь есть воздушный рис. Давайте я их открою, посмотреть, как это выглядит, шоколад с воздушным рисом. И если честно, я не думаю, что собакам действительно нужен воздушный рис. И вообще все, что мы сегодня из сладостей видели, вряд ли нужно вашим питомцам. Скорее, это все-таки больше для людей. Когда я говорю для людей, я имею в виду, что это такой рекламный ход, чтобы заманить нас. Ну, вот так вот это выглядит. Шоколад с воздушным рисом молочный. Ммм, молочный шоколад, кстати, оказался чуть-чуть вкуснее, чем темный шоколад этой же фирмы. Держите. Юмичу. Ты уже проглотила просто свой кусочек. Жадина. А вот состав собачьего Рафаэла, ребята, оказался наиболее натуральным. Кожа говяжья, мясо индейки, кукуруза, кишки говяжьи, рис, мясо, курицы, морские водоросли, яблоко, обсыпка желудок бараний и больше ничего. Никаких ароматизаторов, никаких других добавок. Ну, и можно даже сказать, наверное, что это не сладость, судя по составу. Трюфели для собак. Ну что, давайте перейдем к нашему веселому мурмеладу. Наконец-то уже накормим нашу кису Алису. Вот так вот выглядит колечко веселого мурмелада. Оно очень сильно пахнет и такое как бы мармеладное прям. Запах, по-моему, кисе Алисе нравится. И Софише, видимо, запах тоже нравится. В составе у нас на первом месте сахарный песок. Причем обычный, не какой-то там травка, а стевия. Питьевая вода, глюкоза, еще один сахар, желатин, сухой корм. Какой сухой корм? Очень странный состав. Крахмал картофельный, глицерин, масло подсолнечное, инулин, комплекс витаминов, таурин, кислота лимонная, сорбаткалия, мумиё. Да, очень на самом деле странный составчик. Пахнет, как какой-то апельсин почему-то. Я не знаю почему. Сейчас посмотрим, захочет ли вообще пробовать его киска Алиска. Ну как? По-моему, киса Алиса им заинтересовалась. Конечно, как бы она не заинтересовалась такой вкусняшкой, да? Но только киса Алиса, это можно попробовать один раз в жизни. Киса Алиса явно заинтересовалась своим мармеладным колечком. Она не может с чем ничего сделать, поэтому она об него трется. Киса Алис, ну подожди, я тебе его разделю на кусочки. Конечно же, Алиса с удовольствием соглашается её скушать, но сказать, что она как каким-то образом вообще полезна для неё, это вряд ли. Поэтому я ей дала такой маленький кусочек. В конце концов, киса Алиса решила поиграть немножко с этим кусочком мармелада. Выглядит это очень смешно. Кису Алису как-то не особо интересует её кошачий мармелад, несмотря на его состав. Она решила пойти обратно к себе. Короче, кормить или не кормить своих кошечек, собачек или других питомцев вот такими вот практически настоящими сладостями решать уже только вам. Я своё мнение высказала, надеюсь, вы его поняли. А вы подписывайтесь на канал, не забывайте, ставьте лайк, пишите своё мнение в комментарии и идите смотрите ролики на других наших каналах, ссылочки там. Увидимся скоро в новых видео. Пока!